Франция передаст Украине истребители «Мираж-2000» и будет обучать украинских пилотов. Об этом заявил президент Франции Мануэль Макрон. Сделка по самолетам «Мираж» готовилась в течение многих месяцев. По словам Макрона, Украина получит именно истребители «Мираж-2005», которые оптимизированы для боя в воздухе, а не старые истребители «Мираж-2000С» или штурмовики класса воздух-земля «Мираж-2000D», пишет издание Forbes. При этом сколько именно бортов передадут Макрон не уточнил, но нет никаких причин, почему Франция не могла бы предоставить украинским ВВС несколько десятков самолетов «Мираж-2005», – читает издание. Этого количества было бы достаточно, чтобы сформировать новую бригаду истребителей. Как пишет издание, украинские воздушные силы вступили в войну в феврале 2022 года, имея на вооружение около 125 боевых самолетов, включая штурмовики Су-24, Су-25 и истребители Су-27, а также МиГ-29. За 28 месяцев ожесточенных боев украинцы потеряли около 80 самолетов, но заменили большинство из них на самолеты, переданные Македонии, Польше и Словакии, а также на старые самолеты, которые они вытащили из долговременного хранения и восстановили. Если бы «Мираж-2000» были доступны Украине сегодня, она бы использовала их для борьбы с российскими самолетами Су. Новое подкрепление уже в пути. Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали предоставить несколько десятков самолетов Лохит Мартин F-16. Первые из них должны прибыть через несколько недель. Примерно в то же время, когда первая группа украинских пилотов завершит подготовку в США, Дании и Румынии. В то же время Эммануэль Макрон подтвердил разрешение Украине наносить удары по территории РФ французскими ракетами. Президент Франции заявил, Киеву можно бить по целям, откуда были выпущены ракеты.